Здравствуйте! На телеканале Первый мы Тищенские, время новостей. В студии Светлана Покровская. И вот о чем мы расскажем сегодня. Фронту от тыла. Очередную посылку с гуманитарной помощью отправили курянам и бойцам на передовую. Мы собираем грузы, узнаем, где что нужно, возим по запросу. От хозяйственных до личных проблем. Горожане задали свыше 70 вопросов на выездной администрации. На следующий же день его перевели в Московскую область. Опыт накопленный веками. 305 лет исполнилось миграционной службе российской полиции. Расскажем о работе мы Тищенского отделения. 17 тысяч мы зарегистрировали по месту жительства. Столько же по месту пребывания российских граждан. Победит сильнейший. Стартовал всероссийский конкурс «Народный участковый». Истории стражи порядка, представляющих городской округ. В нашем репортаже. Почему достоин? Ну, потому что достаточно серьезный багаж за моей спиной. Занавес открывается. Приятные сюрпризы ждут зрителей театра драмы и комедии «Фест» в новом сезоне. Можно взять, прийти и почувствовать, что ты живой. А теперь подробнее. Отправка гуманитарной помощи из мытищ жителям Курской области происходит еженедельно. Местные волонтеры и предприниматели продолжают сбор по заявкам. А у некоторых наших земляков там находятся близкие, которые составляют списки необходимых вещей для пострадавших. Что в этот раз собрали для соотечественников и военнослужащих, расскажет Лала Керимова. Обезболивающие препараты – один из наиболее запрашиваемых солдатами видов гуманитарного груза. Мытищинское сообщество «Нежный бизнес» вместе с одной из стоматологических клиник городского округа привезли несколько пакетов с лекарственными ампулами, таблетками и медицинскими принадлежностями. Для тех, кто сейчас за ленточкой, этот набор особенно ценен. Мы как медики как раз постарались собрать максимальное количество медикаментов, шприцов, бинтов, лекарств, антибиотиков. Для оказавшихся в непростой ситуации курян в посылке ряд необходимых вещей. Участницы сообщества «Нежный бизнес» собирают все по заявкам. Среди запросов – средства личной гигиены, теплая одежда, продукты и детское питание. Я очень хорошо знаю, что там происходит. У меня родственники в Курске, поэтому я не могла остаться в стороне. Я каждый день с ними на связи. Мы собираем грузы, узнаем, где что нужно, возим по запросу. И я думаю, что не думаю, я уверена, мы будем это делать ровно столько, сколько наша помощь будет важна, нужна. Нести свою лепту в общую победу способен каждый. В Мытищах работает четыре пункта сбора гуманитарной помощи, куда можно привезти все самое нужное для военнослужащих и сограждан, которые находятся в трудной ситуации. Адреса пунктов указаны на экране. Лала Керимова, Вадим Воробьев, Первый Мытищинский. И в продолжении темы. Поддержка защитников Отечества, которая находится в зоне проведения специальной военной операции, уже стала неотъемлемой частью жизни мытищинцев. Эта помощь давно вышла за рамки посещения пунктов сбора гуманитарной помощи. Молитвой, добрым словом или делом каждый житель вносит свою лепту в общую победу. Какими способами горожане заботятся о бойцах, узнаем из нашего опроса. Мы единая страна, мы должны помогать своим. У меня муж сам, участник СВО, ветеран боевых действий, вернулся. Я считаю, что каждый человек может и должен внести свой вклад. У меня есть подписка в фонд, который занимается тем, что они организовывают сбор, они закупают медицинское какое-то оборудование. Деньгами пожертвуем, через крам. Вот так я помогаю. Я еще являюсь адвокатом и бесплатно консультирую. Ко мне приходят жены военнослужащих и оказываю бесплатную юридическую помощь в области консультации, как получить пособие. В школах мы пишем письма, всякие стихи сами сочиняем. На каждый праздник мы рисуем рисунки и пишем стихи с поддержкой. Собираем посылки и оттусим в пункт. И макароны, и тушенку, носочки вяжем. Мы за них молимся, свечки ставим. К другим новостям. Свыше 70 вопросов задали мытищенцы на выездной администрации. Прием населения прошел в 34-м лицее. К профильным специалистам и руководству нашего округа обратились порядка полусотни горожан. В топ волнующих тем вошло благоустройство, ЖКХ, снос незаконных построек и другие. Евгений Ощепков расскажет подробнее. Уроки давно закончились, но внутри 34-го лицея по-прежнему кипит жизнь. Десятки мытищенцев пришли в учреждение не на родительское собрание, но чтобы задать волнующие вопросы представителям администрации и профильным специалистам. Наиболее часто к руководству округа обращаются с вопросами по теме благоустройства, землевладения и жилищно-коммунального хозяйства. Мы обращались с моими товарищами, такими жителями, имеющие домовладение в садовом некоммерческом товариществе Борисовка. Мы пытаемся там несколько лет навести порядок. Администрация в этом вопросе нам на данный момент идет на встречу, и мы пытаемся проблемы решить с дорогами, с освещением, с вывозом мусора. Нередки случаи, когда результат обращения виден уже через сутки. Кроме решения личных и общих вопросов, представители администрации помогают мытищинцам позаботиться о родственниках, которые столкнулись с жизненными трудностями. Я на прошлой выездной администрации выходила к Купецкой Юлии Олеговны с вопросом о своем сыне, который находится уже два года в СВО, получил ранение многочисленное. Я обратилась, чтобы его оформили куда-то в госпиталь, перевели. На следующий же день его перевели в Московскую область. Сохранение исторической памяти – еще один вопрос, который подняли жители округа на последней встрече в формате выездной администрации. Совместными усилиями удалось разместить имя без вести пропавшего мытищинца среди десятков других наших земляков – защитников Родины. Производили реконструкцию бульвара «Ветерана», там установили мемориальную доску, посвященную погибшим в Великой Отечественной войне наших мытищинцев. Ко мне обратилась жительница нашего дома и сказала, вот нет моего деда. И мы обратились с этим вопросом к Ольге Сидоркиной. Сегодня вот мы наконец-то получили результаты. Мероприятия в формате выездной администрации проходят каждую неделю. Где состоится следующий прием, можно узнать на наших официальных ресурсах. Евгений Ощепков, Первый Мытищинский. Продолжаем выпуск. Профессиональный праздник отметили сотрудники миграционной службы российской полиции. Эту структуру еще 305 лет назад своим указом основал Петр Первый, который заложил основы государственного контроля и учета приезжающих иностранцев. За это время накоплен богатый опыт, позволяющий грамотно соблюдать миграционное законодательство. В следующем сюжете расскажем об ответственной и кропотливой работе мытищинских специалистов. В России всегда приезжало много иностранцев со всего мира и с разными целями. Их учет, как и в любом другом государстве, признак суверенного правового общества. Сегодня в условиях высокой динамики миграционных потоков задачи перед этой службой в системе МВД стоят ответственные. Сюда, в отдел по вопросам миграции, ежедневно приходит много людей. Хотя день сегодня особый. Миграционной службе российской полиции исполняется 305 лет. С утра в кабинете руководителя цветы от коллег. Но распорядок дня не меняется. Оформление и плановая выдача документов. В состав отдела входят 6 пунктов приема для граждан России и отдел по работе с иностранцами. Коллектив у нас большой, 52 человека. Все осуществляют прием граждан. Все у нас стараются, конечно, быть корректными, внимательными. За этот год мы оформили более 20 тысяч заграничных паспортов, 16 тысяч российских паспортов, 17 тысяч мы зарегистрировали по месту жительства, столько же по месту пребывания российских граждан. Иностранных граждан мы осуществили миграционный учет у нас около 90 тысяч. Самый большой поток миграции идет с постсоветского пространства. Но и дальние страны тоже стали ближе. Специалисты давно работают в этом направлении. Иностранцы, получившие недавно документы приобретения гражданства, и потом они идут получать паспорта ИР. С Индией я не сталкивалась, но с другими государствами, там вот Испания у нас, испанцы оформляли. Да, мир сегодня тесен как никогда и взаимосвязан. А интересы у людей бывают самые разные. Существует наша база, по которой мы смотрим, действительно этот документ или нет. Самое главное, внимательно, потому что все-таки работа с документами. Люди как бы надеются, хотят получить готовые документы, правильно оформленные, чтобы проблем не было в будущем у них. На приемы миграционные пункты приходят не менее 60 человек ежедневно. С применением новейших средств биометрической идентификации личности, спецтехники, информационных систем и мобильных устройств эффективно решаются задачи по борьбе с незаконной миграцией и многие другие. Поэтому пожелания по работе всем сотрудникам подразделений традиционны. Прежде всего пожелаю здоровья своим сотрудникам, терпения, чтобы на работе как бы ничего не омрачало, чтобы на работе думали только о работе. Современный мир сложен. Сложны и задачи, стоящие перед миграционной службой. И от работы ее специалистов зависит очень многое, в том числе стабильность нашего гражданского общества. Сергей Берзин, Алина Сери, Первый, Мытищинский. А теперь о работе Мытищинских сражей порядка. Стартовал ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый». Участие в нем принимают сотрудники органов внутренних дел, которые состоят на службе не менее трех лет. Наш муниципалитет представляют Сергей Адаманюк и Серафим Никитин. У каждого тернистый профессиональный путь. Как поддержать наших отважных земляков в конкурсе, узнаем из нашего материала. За плечами Сергея Адаманюка 18 лет службы в органах внутренних дел. На работу в тогда еще милицию он пришел сразу после окончания Воронежского вуза и получения диплома юриста. Выбором профессии гордится. Защищать жизнь и безопасность граждан всегда было его мечтой. Решение участвовать в конкурсе «Народный участковый» принял незамедлительно. В своих силах он не сомневается. Хотелось бы попробовать себя в этом конкурсе, испытать себя, потому что наша служба – это вообще одно испытание. Почему достоин? Ну, потому что достаточно серьезный багаж за моей спиной. Считаю, что серьезный опыт. В должности участкового уполномоченного Сергей уже три года. За это время он столкнулся с самыми разными ситуациями – сложными и опасными. Помогая другим, полицейский не единожды рисковал жизнью. Ко мне обратилась женщина и сообщила о том, что ее дочь, она сильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Но все-таки связь с дочерью была. В одном из лесных массивов в районе Второинститутской нами был обнаружен этот автомобиль. Все обошлось. Мы очень вовремя подоспели. От коллеги не отстает и уполномоченный участковый второго отдела Серафим Никитин. На должности он уже почти три года. На службу молодой человек пришел сразу после окончания университета МВД. Старший лейтенант полиции строит на будущее большие планы. Среди них также победа во всероссийском конкурсе народной участковой. Народ должен знать участкового. Нельзя помочь человеку, если он не знает, к кому обратиться. Я от этого получаю удовольствие. Мне нравится моя служба. Настоящий участковый должен обладать качествами, такими как доброжелательность, внимательность, желание помочь человеку. Пример для Серафима Никитина – известный многим персонаж Федор Анискин. Смелый и отважный милиционер с легкостью справлялся как с допросом подозреваемых, так и с осмотром места преступления. Сообщение обступает от оперативного дежурного. Женщину избили, украли телефон. Приезжаем на вызов, ориентируемся на месте с коллегой. Она начинает от нас убегать. Мы за ней, говорим, остановитесь, уважаемая. Так и так, давайте, мы выясним, что случилось. Она берет, останавливается, снимает рюкзак со спины, достает оттуда бутылку, раздывает ее оплавочку. Нарушителя задержали. Никто не пострадал. К участковым за помощью обращаются нередко. Их еще называют народные герои. Где есть полиция, там всегда порядок. А поддержать их в этой нелегкой службе мытищинцы могут, оставив свой голос. Кандидатуры Сергея Доманюка и Серафима Никитина представлены на сайте МВД. Светлана Покровская, Денис Корнев, Первый Мытищинский. Далее наша постоянная рубрика «Работа на отлично». Сегодня мы расскажем о предпринимательнице, которая успешно реализует творческий бизнес в мытищах, не забывая и о благотворительности. В своей мастерской художница Мария Кашина учит ребят шить, вязать, рисовать, валять и многое другое. В свободное от работы время девушка проводит мастер-классы для особенных ребят с ограниченными возможностями здоровья. Евгений Ощепков продолжит. Ловкими движениями руки ребята создают разные поделки. Фрукты, животные и сказочные персонажи. Лишь небольшая часть того, что воспитанники Марии Кашина изготавливают в технике сухого валяния. Детское воображение не имеет границ. Всего одной иголки и клубка ниток достаточно, чтобы сделать уникальное украшение. «Я делаю черное сердечко из валяния. Это брошка будет. Сама буду носить». Автор мастерской – профессиональная художница Мария Кашина. Свою жизнь мытищенко не представляет без рукоделия, качества, вязания и вышивки. Больше всего предпринимательница любит работать с детьми. По ее словам, самый эффективный формат обучения – это групповые занятия для трех или четырех человек. Вместе с ребятами мастерица осваивает новые техники и делится творческим опытом. «Я хочу учительнице подарок. Подвеску USB-сер сделать». В свободное от работы время Мария Кашина занимается благотворительностью. Реализовывать свои добрые дела ей помогают в сообществе «Нежный бизнес». Цель девушки – помочь тем, кто больше всего нуждается в любви и заботе. Вместе с коллегами-предпринимателями она регулярно организовывает праздники для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети, они, например, приходят в мастерскую и говорят, я хочу сделать вот это вот. И если он уже умеет, овладел какими-то навыками, то я спрошу, а в чем же ты это реализуешь? И вот он начинает придумывать. Ой, можно вот эту деталь сделать в этой технике, а вот это в этой, и получится вот так. Я говорю, класс, давай, и помогай им это реализовать. Мастерская Марии Кашиной с годами превратилась в настоящий музей рукоделия. Эти мягкие игрушки и ворсистые ковры способен изготовить каждый. Если постараться, такую же поделку можно сделать буквально за пару вечеров. В этом заключается такая какая-то вот индивидуальность, когда ты делаешь сам. Это настолько и сам процесс завораживающий, и это настолько уникально. Это, вы знаете, решает вопрос, что потратить человеку, у которого все есть. Можно подарить что-то такое, что сохранит тепло ваших рук, и оно будет согревать этому, кому вы это подарили. Ежедневно юные мытищинцы приходят сюда, чтобы раскрыть свои таланты. Именно в этом Мария Кашина видит свою миссию. А глядя на результат, у нее нет сомнений, что работа выполнена на отлично. Евгений Ощепков, Александр Соломкин, Первый Мытищинский. И в завершении новости из культурной жизни округа. Театр драмы и комедии «Фест» открыл новый сезон показом премьерного спектакля «Прощение Фемиды». Детективную постановку представили в малом зале Дворца культуры Яуза. Примечательно, что само здание театра все еще находится на реконструкции. Но потенциал труппы велик и готов к воплощению смелых проектов даже вне стен родного дома. Что еще интересного ждет поклонников, знает Сергей Берзин. Открытие театрального сезона в «Фесте» сродни старту большого марафона. Впереди многомесячная дистанция с трудными участками, подъемами и спадами и, конечно же, с творческими победами. Но учитывается и главный план на ближайшее будущее – пережить реконструкцию основного здания, срок окончания которой – сентябрь следующего года. Летние каникулы для актеров закончились еще в августе. Какие-то спектакли прошли на московских сценах, в Театре Ермоловой и в Хамовниках. Но мытищинский зритель действительно соскучился по новым спектаклям. Люблю все, что связано с театром. И драматургию, и актеров, и художественных руководителей, и режиссеров, и вообще постановку, и даже музыку, которая звучит, когда можно взять, прийти и почувствовать, что ты живой. Актерский состав мне нравится. Мы уже всех выучили, всем привыкли. Что уж говорить об артистах, которые не меньше соскучились по своему зрителю. На премьеру «Прощение Асфемиды» пришли самые преданные поклонники, их немало. И для них первый спектакль сезона – как первый выход на сцену для артистов. Это всегда радостно, тем более у нас сегодня открытие сезона. Это праздник для артистов, учитывая, что у нас сейчас сложная ситуация. Мы играем не в своем доме, не так часто. Поэтому действительно это большое событие, это радость. Актеры собраны и настроены. Несколько минут до выхода на сцену. В зале гаснет свет. Остается произнести. Традиционное напутствие. Ни пуха, ни пера. Черт. И вот она, премьерная детективная фантасмагория, в которой все вывернуто наизнанку. Пародия и предупреждение. Спектакль, где нет разгадки, потому что здесь всегда побеждает зло. Фемида, прощающее преступление, сама становится злом. О времена, о нравы. Сюжеты диктует сама жизнь, а на театральных подмостках они становятся буквально кричащими. И это только начало диалога театра со зрителем в этом сезоне. Мы готовим сейчас премьеру спектакля по пьесе Шекспира «Укращение строптивой». Мы должны сделать что-то такое, что будет, ну скажем так, выгодно выделять наш театр. Шекспиру удалась эта комедия. Тем более, что речь идет о женских характерах. Хочется, чтобы в этой постановке именно эти качества наших актеров проявились. Сейчас на репетициях это все происходит. Это третье обращение театра к пьесам Шекспира. До этого поставлены Ромео Джульетта и Гамлет, великий драматург для феста, знаковый автор, близкий по восприятию человеческих чувств, неизменных во все времена. Премьерный показ «Укращение строптивой» ожидается 15-16 октября. Он обязательно состоится, несмотря на все трудности. Сергей Берзин, Вадим Воробьев, Первый, Мытищинский. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо, что смотрите Первый, Мытищинский. Далее прогноз погоды. Не забывайте, что следить за жизнью округа вместе с нами можно в ВКонтакте, в Телеграме и на Рутубе. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Чтобы стать популярным, Виталик пробовал снимать пранки. Был бьюти-блогером Фуд-блогером Снова бьюти-блогером И даже снял ролик со своей бабушкой Но в итоге получил всего один лайк Потому что стать популярным сложно В мире есть много сложных вещей А сортировать отходы просто Субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин